Питца церкви впервые Вот, это не только себя, а защищать правду Божию Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан Ну, что с чего мы начнем, мы вернемся чуть-чуть во вчерашний день, чтобы оттуда и продолжить Сложности Сложности, которые возникают с людьми, между людьми, они были, есть и будут Есть идеальная картина, которую мы хотим видеть И есть реальность, которая всегда не соответствует идеальной картине Это тоже всегда нужно понимать И насчет того, что люди могут не принимать модели Или не хотеть делать так, как мы их просим Вот вчера Тала задавала вопрос по поводу человека Который, допустим, не хочет, не соглашается На условия, что с такими людьми делать Это не было в моей теме, но я, пожалуй, дам эти пункты И вообще, вот еще перед тем, как я начну их давать И вообще, что бы я хотела еще, вернувшись во вчерашний день, сказать Никакой пазл из общей картины Никакой пазл из общей картины не может ответить самостоятельно на какой-то вопрос Дело в том, что на людей вообще не влияет абсолютно все Доктринально Есть доктрин, есть то, в чем человек верит Есть его духовное здоровье Которое, может, формировалось там 10 лет И вот за один раз что-то там ему предложить И подумать, что он тут же что-то там возьмет согласиться сделать Ну, что еще может влиять на человека Его стереотипы Его вообще, что он может быть вообще не рожденным свыше Мы позавчера или позапозавчера говорили о том, что есть люди Помните, я приводила пример о людях, которые социально никогда бы не адаптировались в светской среде Но как раз в общинах они находят общение друзей, милость, нисхождение И это единственное, что им нужно было, когда они пришли в общину и в домашнюю группу А тут их что-то еще заставляют делать То есть на это они изначально не собирались соглашаться Что делать с этими людьми? Конечно же, изгнать всех вон Это разрушить абсолютно все Есть такой подход И вот сейчас я перечислю эти пункты Когда мы приносим какие-то идеи, нововведения в общины Ожидать, что все прямо ломанутся и начнут это выполнять Абсолютно даже нельзя на это рассчитывать Но мы точно можем знать, что в каждой группе людей есть новаторы Вот первый тип людей это новаторы, их очень маленький процент Новатор, он думает так Я понял мысль, я буду участвовать И мы, когда приносим нововведения в общину Мы же, конечно, рассчитываем, что я сейчас скажу И вся община скажет, я понял мысль И я буду участвовать Но нужно помнить, что таких людей микроскопическое вообще количество Это процент может быть 3% Вот посчитайте Вот возьмите свою общину, считайте 3%, ну пусть 10% Один пастор Один пастор, классно Вот, ну как-то так, значит Поэтому не зря написано в писании, что двое разгоняют тьму Найдите этого второго для начала Чтобы понял вашу мысль и вместе с вами начал в этом направлении двигаться Что происходит потом, когда новаторы начинают движение Проходит какой-то период времени Новаторы делают первый шаг И тут вступает второй ряд людей в это действие Они называются ранний ученик Есть ранний ученик Он думает так Покажите мне модель Не надо мне говорить, что делать Покажите мне, и я пойду за вами Значит, для того, чтобы таких Таких тоже не очень много Но они уже больший процент Значит, между первыми и вторыми должно пройти время Во-первых, чтобы делать это научились первые новаторы И смогли уже показать следующим То есть это диапазон времени, промежуток какой-то проходит Третье, называется это волна раннее большинство Раннее большинство Таких людей большинство Это Третье А эти люди считают или говорят Так, я первой ничего делать не буду Вот, я первой ничего делать не буду То есть им нужны Вот это как синдром перехода через пешеходный переход Знаете? Вы можете не видеть, что не горит зеленый свет Вам достаточно среагировать на то, что кто-то рванулся и пошел впереди вас Вот так поступают эти люди Им нужно, чтобы кто-то пошел Чтобы они видели движение И они начинают к нему подключаться Опять же, еще мы понимаем, что прошел кусочек времени Потом уже четвертая остальная Последняя волна, она называется поздний ученик Они идут после того, как войдет половина или большая половина Они, представляете, сколько нужно подождать, чтобы подключились все Новатор, ранний ученик, раннее большинство, поздний ученик Но есть вот еще одна группа людей Они называются отстающие Можете их назвать как угодно Вчера я назвал этого человека немощным Это люди, которые никогда никуда не пойдут И изначально нужно понимать, что они всегда будут И просто нужно заранее вам понимать, как вы будете с ними себя вести И как вы будете к ним относиться Они будут Они никогда не принимают перемен И их не надо, в общем-то, удерживать или заставлять Вот Я предпочитаю этих людей не трогать При единственном условии Они не мешают Единственное, если я начинаю на них реагировать, они мешают Все, если они не мешают, ну пусть сидят Ну как-то где-то Не мешают, так не мешают Если они начинают влиять, мешать, тогда я уже начинаю рассматривать эти ситуации Так что на них не надо тратить время Вот самая главная ошибка, которая происходит Именно эти отстающие умудряются обратить на себя самое большое внимание Они просто возле них обычно вертятся пять служителей Потому что надо столько помазаний для решения их вопроса Что простому смертному это не под силу Вот И когда сталкиваешься с этими людьми, я их называю неподъемный груз Когда сталкиваешься с ними, это так высасывает силу Что тебе кажется, что просто кругом одни проблемы На самом деле это может быть один-два человека Но они вот так Вот так на себя берут внимание Вы понимаете, чувствуете себя спасателями, которые должны непременно поменять этого человека Не надо, главное, чтобы он не мешал Да и всё Просто это уже не ваша задача Вот как бы хотела по вчерашнему вопросу Вот это немножко сбалансирует моё вчера резкое замечание Что тот человек просто вот он там такой Как я вчера назвала немощный Удивительно то, что честность в общении с такими людьми Когда мы называем позиции, когда мы называем вещи своими именами Честность и любовь, она достигает очень положительных плодов Ведь признать человека, как я выразилась, неспособным или Забываю это слово опять Ведь это же не просто прийти и сказать Вот ты немощный Ты вот тебе диагноз на лоб И ты сюда напиши немощный Что взяли, знали об этом и ты, и я, и все Если человек получает от нас действительно служение в любви Ну предположим, по каким-то разным причинам он действительно немощный Ну есть же причина, почему он такой Ну какая-то же она есть И вот мы, ну если он приходит к тому моменту, когда мы с ним в любви разговариваем И говорим, слушай, ну есть же причины невозможности Вот все могут, а вот там у тебя не получается Да, и еще хорошо проследить на протяжении какого-то времени Если человек начинает видеть то, что видите вы Осознает свою немощность Это большое очень дело Это уже ему послужили У него в принципе могут быть какие-то решения по поводу Ну там вот сейчас мы отправили большую группу людей на энкаунтер Вот, и как долго будут эти вот круги порочные, знаете, вот неизвестно Но мы понимаем, что ряду людей это служение сейчас даст много силы, чтобы прожить какой-то период времени Я не уверена, что это, знаете, уже все совершенная победа на всю жизнь Вполне возможно, что большая часть из них снова вернутся к тому, с чего они или по какой причине они отъезжали на энкаунтер Но мы им помогли собрать, как говорится, чемоданы и съездят туда Потому что мы видим, что какие-то корни и такие глубокие проблемы, но их только Бог нам видит Мы не можем туда докопаться Мы помогаем людям там побывать в каких-то там или программах И получить служение В общем, тащим Как в римлянах написано, несите Вот, все, это комменты по поводу вчерашнего Вот, я когда так рассказываю, рецепты даю, потом слышу отзыв Один знакомый пастор своих овец пугал Вот я начну скоро поступать, как она Потому что я так говорю очень буквально там Вот это, я не думаю, что я прямо так вот прихожу шашкой Как говорю, так и делаю Иногда для того, чтобы такой разговор состоялся До этого времени, иногда три года проходит Служение человеку Вот Ну да, нужно, наверное Как бы вы о том, что не бывали без краска Цель на самом деле Это изменение жизни у человека, без проблем Или все-таки ориентация на другую полную рост То есть понять, куда вести Почему? Вот честно вам скажу, что чем дальше влезть Тем менее точное определение я могу давать этим вещам Я не разделяю духовного роста от Первое, что вы сказали? От жизни без проблем Я это не могу разделить Правда Я считаю, что человек гармонично развивается Мы же находимся в теле Мы находимся в этой жизни Я вот не понимаю этого духовного роста людей Которые выучили всю Библию Слышат Бога каждый день Ну там, ну просто у них фаворский свет регулярно над головой И смотришь на их жизнь Ну я бы там рядом не стояла Может стыдно иногда сказать, что этого человека знаю Я не понимаю, где, в чем этот духовный рост заключается Роль наставника, она очень, ну достаточно не узкая Ну смотрите, давайте я жизненный пример приведу У нас девчонка одна приходила в собрание Ну в общем у нас как бы нет таких правил Там, ну например, по поводу дресс-кода Вот нет у нас Но когда приходит лето Вы же, ну понимаете, что могут быть связаны с этим Всякие там нюансы Когда сестры начинают приходить в одежде Которые, ну Да Да, как я мягкое слово хочу подобрать Ну да, не пляжная в одежде Да И у нас одна девчонка долго была Ну вообще, вы знаете Трудно было сказать, что она приходит в пляжной одежде Но мы не могли объяснить Что ей сказать Ну не голая, ну вроде бы одетая Ну Почти Нет, она, вот я не хочу сейчас это детально описывать Это было крайне вызывающее Несмотря на то, что она таки была одетая И, ну Нужен был человек Который бы с ней просто сел И вот так по пальцам объяснил Почему или что плохо Потому что придраться Законно придраться было невозможно Или другая вам история Она просто, знаете, такая Вот я сейчас говорю об очень недуховных вещах Была история у нас Я себя ненавижу, когда мне надо с такими вещами сталкиваться У нас была история, когда в одной комнате Вот примерно как эта Люди не могли находиться в служении По причине запаха, исходящего от одного человека Как вы думаете, это духовная причина или как? Или кто ее должен решать? Это серьезно было, друзья? Ну когда люди покидали служение Не могли быть в служении, потому что Вот такое было Это было очень серьезно Люди начинали говорить между собой Это в конце концов аморально Когда все обсуждают вообще ни одного человека И никто не знает вообще, как это исправить Вот что вы подойдете и скажете От тебя воняет, или что ты скажешь? Назовите это не духовной проблемой Но я считаю, что только духовные люди могли подойти Послужить этому человеку так, чтобы справить это Чтобы он остался в общине Не был покрыт стыдом и позором И пришло исцеление в его жизни, в жизни окружающей И потом это все забыли Я не знаю, как вы можете это делить Я это не делю Поэтому я считаю, что если вчера был такой пункт Если вы начинаете служить людям Вы сами начинаете очень сильно развиваться Очень сильно развиваться И Библия, она становится не книгой и доктрина Она становится чем-то, что вас делает более способными понимать жизнь Понимать человека Вы получаете какие-то духовные инструменты К исправлению, если есть в этом необходимость А любовь из этого всего вообще нельзя убрать Иначе можно Библией покалечить навсегда человека Роль наставника Выполнить свою функцию Вначале этот человек берет На первом этапе проводит Мадрих проводит своего Талмида По определенной Давайте я уже сразу покажу До меня начинает доходить ваш вопрос Спасибо Почему вы так спрашиваете Знаешь, сам себе сказал Сам себе ответил Я уже буду вам показывать эти книжки еще раз У вас они могут быть своими Я вам покажу, чем пользуемся мы Еще одна есть, которой тут нет Но это, например Я думаю, что вы их видели Может быть не видели Я выпущу эту брошюру Я считаю, что таких много разных книг И мы сегодня потренируемся это с вами говорить Вот представьте Вам нужно подойти к человеку И сказать, что вы будете его наставником Вы когда-нибудь представляли, как это должно произойти? Вообще, вот этот момент передачи человека наставнику Вы когда-нибудь видели, как это происходит? Значит, это никогда не происходило Это не происходило с вами И поэтому вы никогда не можете это сделать с другим Это притискает Наташа Короче, я твой шеф Завтра на ковер ко мне в 19.00 Как вы человеку это предлагаете? Или так? Ты пришел, ты покаялся Тебе книжечку дали Все, значит, я твой шеф Ты по закону должен со мной там что-то проходить Как вы это делаете? Ведь человек должен захотеть пойти за вами Или вы его сразу там в правила одеваете Что он теперь что-то вам там обязан Мы вот на первом тренинге, о котором я вам рассказывала Это казалось Не представьте Не представляете Из трех дней тренинга Все люди говорили, что это единственное, что помогло им Я так расстроилась тогда Надеюсь, что мы тренировались делать Подходить к человеку и предлагать ему наставничество Сначала писали три предложения на бумажке Читали их Потом пытались выучить Оказалось, это страшно тяжело Сделать это корректно Не в свободной форме Оставлять человеку возможность И давать ему свободу сказать «нет» и так далее Оказывается, это самая большая проблема Начать, потому мы просто это даже не начинаем Я прихожу к Наташе и говорю, что «Наташ, я вижу, допустим, там, ну что она там На группу пришла или общается Вы же видите человека, да? Я говорю, что, слушай, у тебя нормальные вопросы Ты молодец Я хочу тебе сказать о том, что у нас вообще не есть Такое предложение для людей У нас есть наставники И они помогают людям лично Вот один на один разбираться с этими вопросами Если ты за... Мне бы очень хотелось бы стать твоим наставником Мне нравятся, какие ты вопросы задаешь И если бы я выбирала себе ученика Я бы хотела выбрать тебя Если ты захочешь пройти со мной этот путь Я буду рада И вот ты когда... Ну, ты что-то думаешь об этом и так далее Ну, для этого тебе нужно Ну, вот, чтобы ты подумала Я тебе потом позвоню Наставник со своим учеником Встречается всего лишь один вечер в неделю Мы там молимся, отвечаем на твои вопросы Проходим определенные темы Я хочу, чтобы ты об этом подумала Я тебе позвоню завтра И ты скажешь Интересует тебя такое предложение или нет Если она говорит, да Мы встречаемся в первый раз Я ей даю пособие По которому мы будем встречаться Проходить на один эти встречи И сначала роль наставника Она в том, чтобы провести человека По определенным таким ориентирам Почему необходима для этого программа? Я вам сразу говорю Мы программами не пользовались И почему? Это очень большая самонадеянность Очень большая самонадеянность Особенно если наставниками становятся люди Которые много лет у служения Зачем нам брошюры? Зачем мне какая-то там вообще брошюра? Вот это Я все могу сама рассказать Я так учеников проводила Они перестали читать сами Потому что то, что рассказывала им я Было гораздо, как им казалось, интереснее Того, что написано в книжках Но вот чем это все закончилось Закончилось тем, что когда А мы говорили Теперь стань ты мадрихом Теперь ты кого-то можешь повести Когда доходило до этого времени А он такой А меня-то он повторить не может Он не может воспроизвести то, что он делал Ему нужно вот по той книжечке пройтись Которую он в руках не держал Из-за меня Потому что я его по ней не проводила Понимаете, да? Люди могут только повторить То, что они видели Поэтому роль мадриха в начале это Но в дальнейшем у вас развиваются отношения И сегодня тема взаимоотношения У вас начинает развиваться взаимоотношения И вы не просто учитель, который с человеком читает Библию Конечно же, вы начинаете влиять на его жизнь И вы можете влиять на те вопросы, которые не касаются Вот как я понимаю, что вы это называете духовным ростом Ваше общение может касаться этики Я не знаю Разных вопросов душевных Я думаю, что это все духовный рост Да, наверное так Но это не раздельные вещи Вы воспитатель Ну вот кто Названа Тора, что она воспитатель Детоводитель, да? Кто такой детоводитель? Она воспитывала, чтобы привести народ к Мессии Ну вот этот процесс воспитания, он был, наверное, так Она сам не прав, не прав Должен ли он извиняться? Я думаю, что если он не прав, он обязательно должен извиняться Как и любой человек А самое лучшее признавать Ну это лучшая демонстрация Если вы понимаете, что вы не правы И вы извинились перед человеком Вы сделали самое лучшее, что могли сделать Потому что вы, как Ешуа, продемонстрировали духовный пример Как следует поступать И глядя на то, как сделали это вы Он однажды сможет это повторить Такое ситуативное обучение Разрывать это называется уже не когда человек становится пожизненной нянькой Условия постоянного вождения человека Когда он кого-то берет за руку И продолжает кого-то вести Он начинает развиваться сам У него не будет зависимости Если этот человек не начинает никому служить То это торба для него и для его наставника Я послушала, а какой временной промежуток Ну их на самом деле куча Эта книжка рассчитана на 12-13 встреч За 12-13 встреч ее никогда не проходят Это гораздо все дольше растягивается То какой-то концерт Вы сами знаете Вы сами знаете, что вы начинаете какую-то работу в общении И потом трах-бах-проект Все поломал, остановил на полгода Или праздники неожиданно, как всегда, пришли Или там заболел Я не встречала, чтобы ровно за 12 встреч прошли какой-то материал Ну на это должны быть старшие духовные служители Которые всегда отслеживают эти процессы Вот так, наверное Потом знаете, как бывает Приходит человек в общину Он очень самонаучаемый и читаемый человек И он по своей восприимчивости Как ученик гораздо сильнее, чем его наставник Наставник пока ему одну тему дал Он за неделю уже три книги прочитал И там тоже надо наблюдать за этими вещами Ему просто станет неинтересно Все это ситуативно надо рассматривать Один отличает денег для Господа Второй нет Я ответила на ваш вопрос? Спасибо А то я подумала, что я не в ту сторону уже пришла Ну что, давайте теперь об отношениях поговорим Как развивается взаимоотношение этих двух людей Так, кстати В взаимоотношениях, в постоянных взаимоотношениях между Мадрихом и Талмидим Есть этапы развития Они очень похожи даже по названию Как развивается сама домашняя группа Как группа людей Так и развиваются, переходят в разные формы Отношения между наставником и подопечным Все начинается, как вы понимаете, со знакомства Это первая стадия этих отношений Первая стадия знакомства Я в слайд внесла несколько понятий И стадия, во-первых, это стадии взаимной подотчетности Я это слово взаимность, я его намеренно вношу Акцентирую на нем внимание Это никогда один человек тащит другого, посадив его себе на спину Тот не хочет, а этот тащит Возможно, мы помогаем человеку куда-то путешествовать таким образом Но точно мы не должны эффекта ожидать И вот эта взаимоскрепляющая связь, к которой мы стремимся через это служение Она не срабатывает Потому что вы становитесь извозчиком кого-то И вы уже не можете дальше передавать ничего Потому что этот человек возить уже как вы его Никого сам не собирается Тут такие ситуации, когда всегда нужно искать мудрости Поэтому взаимное согласование Это очень важный принцип во взаимоотношениях Это первое И то, что эти этапы Эти этапы развития отношений Они называются этапы становления отношений Или этапы стадии Вот это стадии подотчетности Знакомство Первое знакомство может быть каким угодно Вот я подошла к Наташе и продемонстрировала, как ей предлагают наставничество А она человек скромный Я видела, как людям так и евангелизацию проводят на улицах Уже стоит в обморок, падает Сказать нет не может, повернуться, уйти тоже И понимаете, бедолага стоит и слушает, когда ему эту всю интересную историю расскажут И вот она не может сказать нет И вот такое у нас интересное знакомство Вот и приходит она на встречу И эта встреча может быть крайне неудавшейся Потому что Наташа просто не может мне отказать из чувства вежливости И совершенно она не открыта Ну вот скромничает, боится Ну не знаю, что угодно может пройти на первой встрече Поэтому наставник, когда приходит на первую встречу Он должен понимать, что он-то себя чувствует гораздо комфортнее, чем человек, которого он предложил наставничество Потому что Мадрих знает, что он собирается делать А его подопечный еще пока не знает И поэтому, когда он приходит И знакомится, он должен иметь у себя какие-то предложения для разговора Дискуссионные вопросы, помогающие человеку открыться Такие вопросы предлагаются в различных пособиях Люди, у которых подвешен язык И которые хорошо заводят отношения У них таких проблем, наверное, нет Но опять же, когда вы хотите, чтобы это сделали все ваши люди Наверное, им нужно дать какую-то помощь, правда? Как же они придут, из чего же они начнут? Ну и там разные вопросы квакерские могут быть И, ну, я считаю, что их сами могут выработать люди Или, по крайней мере, в вашей КВЦ Нужно научить людей Давайте запишем это Что такое нейтральные вопросы Ну, типа вопрос Сколько у тебя денег на счету в банке? Задавать не надо Это не нейтральный вопрос Да, например, да Если у вас наследники Бабушка Сара Сколько вам лет? У вас нет диагноза? Обогранутый Ты местный, одессит, не одессит Приехал, откуда приехал Где был Ну, ты расскажи о себе Там что-то такое Помогать человеку Да Был один такой вопрос Который я однажды слышала И я предлагала в разных группах его На определенных стадиях Если бы Бог был человеком На кого бы он был похож из твоих знакомых? Я хочу сказать, что свидетельства после такого общения потрясающие Вы, ну, человек начинает думать о ком-то очень близком И он рассказывает вам о человеке И вы понимаете, как он может вообще представлять Бога И почему Или что для него самое ценное Ну, такое Вопросов Я думаю, можно найти их где-то Ну, и вот с этого все начинается Что-то узнаете вы о человеке Что-то узнает он о вас И потом начинается следующая стадия Развития взаимоотношений Она называется конфликт Или разногласия Разногласия могут быть сильными Могут быть незначительными И это переломный момент И хочу сказать, что Многие наставники Вот в этом фрагменте В эпизоде отношений Они не готовы Они не могут его преодолеть дальше Во-первых Ну, во-первых Нужно понимать Что любой человек Имеет право на свою точку зрения И если он в белочке Все-таки видит белочку А не Иисуса То он имеет на это право У нас вообще с этим Как бы вообще у людей Проблема чуть-чуть Потому что мы Ну, раздражаемся Когда люди думают не так, как мы Видят не так, как мы Нам это всегда не нравится И вот Здесь очень важно Очень важно Ну, приходить Я не знаю В одежде Вот Очень важно Там, там я пойду В домашнюю группу Я просила служителей Просто четко смоделировать Описать Описать ситуацию Как они собираются Свой проект осуществить И они говорили Куда они пойдут И кого пригласят в проект И я просила Прямо по именам называть Потому что Это же не лекция Для всех Это были Это лидерские Такой Проектик У нас внутри общины Мы же делаем это для себя Называя имена И лидеры иногда Называли имена других Кого бы они пригласили В свой проект А я знаю людей Немножечко Больше И я понимаю Что этот С ним бы пошел А этот никогда Б за ним не пошел А лидер Даже не догадывается Что за ним Не пойдут люди Он уверен Что за ним Просто ломанулся И побегут Знаете И я спрашиваю его Что ты будешь делать Если тебе откажут Вы бы видели эти глаза Потому что Он вообще первый раз Такой вопрос услышал Что оказывается Кто-то может Или почему-то Откажут А что имеют право Я говорю Ну конечно Конечно тебе имеют Мы все имеем право Сказать нет Вы что думаете Что вы придете К членам общины Стукните кулаком По столу И скажете У меня власть Я лидер проекта Все встали Побежали Если ты напугаешь людей Если ты такой Давящий руководитель Что ты их заставишь Или ты манипулятор классный У тебя все получится Ты соберешь людей Ну мы же говорим О другой форме Мы же говорим О людях Которые хотят За нами идти Которые не делают вид Что они с нами В команде А они с нами В команде То это вообще Другой подход Должен быть И мы Мы тогда Между собой Ну открыто Разговаривали О том Что на самом деле Мало кто из нас Готов Услышать нет А еще меньше Вообще знают Что с этим делать Поэтому Я считаю Что мадрихим Они должны Понимать Что люди С которыми Которым они Предлагают Это путешествие Это не рабы Они им не обязаны И они могут Сказать Нет Или я Не считаю Как ты будешь Тебя вести В общем К этому Нужно быть готовым Ну то есть Это Как бы Хотя бы Понимание Того Что возможно Встретиться По пути Вот Вот такая Проблема Конфликт Значит Что еще Я хочу сказать Я Впервые Услышала О стадиях Конфликта В церкви Где Доктрины Учения Веры И Там Прямо Такое Было Как ритуальное Преступление Верить В плохое То есть Мы не должны Были Верить В то Что вообще У нас Будут Конфликты Мы Провозглашаем Что никаких Конфликтов У нас Не будет Потому что Будет только То Как ты веришь Раз ты веришь Что у тебя будут Конфликты Значит они будут Если веришь Что все Пройдет Аллилуйно Значит их Не будет И вот Самый ужас Был в том Что конфликты Были Но никто Вообще Не знал Что с ними Делать Не Ну конечно Ну конечно Есть картинка Есть жизнь Кирпичи Люди Не кирпичи Мы Читаем В библии Что мы Камни Что из нас Строится дом Духовный Хотела бы я На такие камни Посмотреть Которые Встали Пошли Погуляли Передумали На самом деле Вот Человек Ты же его не поставил Он там стоит Он передумал И ушел Причем 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 Совершенно Разные Могут Быть Причины Уважаемые Уважительные Причины И Следующий Следующая Стадия Развития Отношений Она Называется Взаимопонимание Это Третий Этап Который Может Наступить Уже После Нескольких Совместных Встреч Ой Я Перескочила Слайд А как Его Вернуть Я не знаю Ну ладно Молодец Взаимопонимание Я хочу Сказать Что Если Вы Правильно Пройдете Период Вот Этих Разногласий То Мадрих Получает Бонус Бонус Он Начинает Получать Уважение То Как Справились С реакцией На самом деле Подопечные Наблюдают Безусловно За поведением Мадриха Вот И Удачно Прошедшие Этот момент Разноклассий Получают Венец Такой Уважение Да И Вы Обретаете Уважение Друг Друга И Вот Наверное С этого Момента Уже Можно Заниматься Решением Настоящих Проблем Вот Вот Здесь Начинает Подниматься Уровень Доверия Здесь Мадрих Сам Подопечный Сам Может Предложить Тему 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 Разговора Вот Но Не Сначала Сначала Этого Ожидать Не Нужно Четвертый Этап Это Служение Людям Только Четвертый Четвертый Этап Служения Людям Да Я Сейчас Комментирую Ну Во-первых Нельзя Замыкаться На Вот Этой Нашей Двоечке На Этой Парочке У Мадриха На Первой Встрече По-моему Об этом Шла Речь У Мадриха Есть Такая Функция Связывать Этого Человека С Другой Частью Общины И Лидер Домашней Группы Если Имеет Во-первых Лидер Всегда Наблюдает За Служением Мадриха И Лидер Как Никто Должен Знать В чем Заключается Роль Этого Служения Потому Что Так Бывает Обучение Не Приходит Это Бесполезное Совершенно Бесполезное Дело Потому Что Лидер Должен Понимать Это Служение Он Должен Знать Как Мотивировать И Направлять Мадрихим Делать Их Работу И Если Вы Видите Что Мадрих Со Служителем У Них Все Замечательно Они Вдвоем Прям Сладкая Парочка Неразлучная А Человек К общине Не Ни с кем Не Общается Это Проблема Это Проблема Значит На Каком То Этапе Это Человек Должен Во-первых Открываться К людям И Во-вторых Мадрих Его Продолжает Вести За Собой Он Показывает Как Служить Другим Он Начинает Ему Демонстрировать Как Он Вообще Участвует В жизни Других Людей Вот На Этапе Он Становится Как Боже Вот Таким Бывает Так Что Люди По Разным Мотивам Становятся Начинают Служить Другим И Не Всегда Это Мотивы Самые Лучшие Но Так Бывает Что Люди Заводят Отношения С Другими Берут Большую Группу Подопечных И Потом Никогда Ее Не Передают Вообще Они Навсегда Становятся Их Собственностью И Притча О Винограднике Она Она Очень Красочно Иллюстрирует Этот Момент Почему Избили Слуг И Почему Убили Сына Которого Господин Виноградника Послал За плодами Помните Да Что На самом Деле Это Произошло С теми Виноград Виноградарами Они Просто На протяжении Времени Во время Вот Того Как Они Возделывали Виноградник Они Ж Там Трудились Над Ним Они Ему Вреда Винограднику То Из себя В этот Виноградник Что Им Стало Казаться Что Этот Виноградник Их Собственный И Когда Я Служу Человеку Я В него Вкладываю Свою Жизнь Вдруг Приходит Дядя Пастор Или Тетя Пастор И Говорит Все Сел Надо Бен Господу Это Моя Овца Я Как Это Почему Кто То На Нее Претендует Вот Вот Здесь Вот Это Срабатывает Всегда Нужно Следить За Ну Чтоб Люди Не Попались Вот В это Состояние Собственника Над Другим Человеком Перерыв Продолжение следует